Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, это канал о ремонте отделки и это заключительная серия про бетонное крыльцо. И в этом ролике я покажу, как правильно выполнить затирку швов, а также какой инструмент нужен для затирки швов и какую затирку я использовал. Приятного вам просмотра. Так как с затиркой швов я не спешил и после укладки плитки на бетонное крыльцо приступил к облицовке цоколя. А на некоторое время накрыл крыльцо пленкой, чтобы во время дождя вода не попадала в швы, а также пыль, грязь, так как крыльцо эксплуатировалось по полной. И когда пришло время затирать швы, убрал пленку. Как можете заметить, швы совершенно чистые, даже пылесосить не нужно. А также плиточный клей набрал прочность и можно приступать к затирке швов. Из инструмента нам понадобится металлический шпатель, резиновый шпатель, емкость для приготовления затирки, губка для замывки и конечно же сама затирка. Для уличных работ выбрал Ультраколор Плюс. Это высокоэффективный модифицированный полимерами быстросхватывающий и быстротрудеющий, не подверженный высовообразованию шовный заполнитель. Рекомендован для зон с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также бассейнов и душевых кабин. В общем то, что нужно. Перед началом выполнения работ желательно одевать резиновые перчатки, чтоб руки оставались чистыми. Ранее я формировал шоу при помощи ТВ кабеля. Ссылка на этот ролик будет в верхнем правом углу. То тут не получится, так как плитка чем-то схожа с крупнозернистой наждачной бумагой. И стоит раз провести кабелем по шву, то он сразу же стирается. Поэтому сегодня буду формировать шоу при помощи губки. Перед затиркой швов желательно их почистить от остатков клея. Прочистить можно при помощи специального инструмента для чистки швов. Если нет такого, то можно воспользоваться малярным ножом или шпателем, если не жалко конечно. Но в большинстве случаев я стараюсь укладывать плитку так, чтобы все швы были чистыми. И приступаем к увлажнению и обеспыливанию швов при помощи губки. Если край плитки не увлажнить, то затирка быстро высохнет и потрескается. При том условии, что и так затирка быстро твердеющая. После прочистки и увлажнения швов приступаем к замешиванию затирки. В чистую емкость наливаем чистую воду и засыпаем в сухую смесь. И тщательно перемешиваем. Можно замешивать при помощи венчика и шуруповерта, но я замешиваю вручную с помощью шпателя. Главное, чтобы не было комков. Далее даем отстояться 2-3 минуты и повторно перемешиваем. Использовать раствор нужно в течение 20 минут, а если честно, то не более 15. Поэтому и замешиваем небольшими порциями, чтобы успеть выработать смесь и замыть. Но перед затиркой заранее на кусочки плитки проверю, как быстро высыхает затирка и как потом она отмывается. Как видите, плитка осталась чистая и можно приступать к затирке швов. Затирку начинаем с верхней площадки, а потом все ниже и ниже. Резиновым шпателем тщательно вдавливаем фугу в шов косыми движениями. Чем больше фуги вы задавите в шов, тем лучше. Главное, чтобы шов был полным. Перед затиркой желательно было оклеить скотчем кирпич, но так как я работал очень аккуратно, то все прошло успешно. Но шов между плиткой кирпичом, а также порогом входной двери фугой не заполняем. Этот шов нужно заполнить герметиком. Если заполнить фугой, то этот шов обязательно треснет и туда будет попадать вода. Естественно, начнет со временем отваливаться плитка, особенно в зимний период. Защитную пленку с алюминиевых уголков я не снимал. Сниму после полного выполнения работ. Если вы заполняете шов на глянцевой плитке и используете утраколор плюс, то также нужно проверить на кусочки плитки. Возможно будут оставаться царапины, но у меня плитка матовая и шершавая, и у меня с этим проблем не возникло. После заполнения швов фугой незамедлительно приступаем к замывке. Слегка увлажняем губку и формируем шов и тем самым отмываем излишки по краям. Главное не переборщить с замывкой и не вымыть фугу со шва и сделать дальнейший глубокий пылесборник, впоследствии чего во время уборки и мытья швы будут постоянно грязными и вымыть их будет невозможно. Если фуга плохо отмывается, то изначально можно воспользоваться обратной стороной губки. Более грубой убрать излишки, а затем гладкой стороной сформировать гладкий и ровный шов. Субтитры сделал DimaTorzok Далее повторно замешиваем фугу и заполняем швы на подступенке и первой ступени сверху, но примыкания подступенка к ступени пока что не трогаем, к этому шву вернемся позже. Когда заполняете шов, а в особенности на шершавое основание, старайтесь, чтобы фуга по краям шва выступала по минимуму, так проще замывать. Швы заполнил фугой и тут же приступаю к замытке. Кстати чаще меняйте воду и не старайтесь сразу вымыть основание до блеска, отмыть основание от фуги лучше после полного высыхания фуги в швах. Когда швы на подступенке первой ступени готовы, спускаемся ниже и приступаем к затирке в том же порядке и опять же не все сразу, лучше разделить на несколько этапов. Если фуга застынет сильнее чем нужно, то у вас возникнут проблемы. Субтитры сделал DimaTorzok Площадка и ступени готовы, приступаем к внутренним углам. Примыкания в углу также буду заполнять фугой и формировать шов при помощи резинового шпателя, которым формирую углы при заполнении силиконом, а именно острым углом, чтобы фуга не выступала за пределы края плитки. Если у вас не монолитная конструкция, к примеру, как стены и пол в санузлах, либо монолитные стены и перегородки из гипсокартона, то такие основания подвижны и заполнять углы фугой не рекомендуется, так как фуга в скором времени треснет. Такие примыкания нужно заполнять силиконом. А появились ли трещины в углах здесь, я покажу в самом конце этого ролика, а также эксплуатацию в зимний период. Принцип заполнения такой же. Увлажняем и тщательно вдавливаем фугу резиновым шпателем. Если не получается, то можно воспользоваться шприцом. Через 10 минут замываем и корректируем шов резиновым шпателем, снимая излишки. Шов резиновый шпателем. Получился ровный и гладкий. А так как низ под ступенкой это заводской край плитки и одинаковый зазор по всему периметру, смотрится очень красиво. И также заполняем и формируем шов по всему периметру. Швы готовы, ждем полного высыхания фуги и приступаем к примыканию плитки к кирпичу и заполняем силиконом. Чистый обезжиренный шов при помощи пистолета как автоматического, так и ручного наносим силикон с небольшим излишком. Цвет силикона можно подобрать под цвет затирки. В моем случае заказчик подобрал под цвет алюминиевого уголка, но не совсем. Силикон оказался светлее. Заполнять нужно шов не только между кирпичом и плиткой, но и также между торцами кирпича. Далее мыльной водой смачиваем нанесенный силикон и шпатель и убираем излишки. После полной обработки получаем аккуратный шов, который впоследствии уже никогда не лопнет и вода не попадет под плитку. А в конце еще раз помыл крыльцо чистой водой и убрал защитную пленку с уголков. И вот такой результат. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то обязательно ставьте лайки и обязательно пишите комментарий. А также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Скоро увидимся! Как и обещал, в конце ролика показываю наличие трещин во внутренних углах. После укладки плитки и затирки швов прошло около 8 месяцев. И как вы можете заметить, трещин нет. А также ответ на один из комментариев по предыдущим роликам. Насколько скользкие получились ступени. Что так тебе показали? Продолжение следует...